Приветствую вас! Знаете, я почитал ваш текст, и вот то, что я могу сказать вам, это то, что вы, в общем и целом, правильно всё понимаете, правильно всё видите, то есть действительно не нужно вам быть мамой, которая вас вот так вот очень сильно унижает, да, очень сильно принижает, и постоянно предъявляет претензии вам какого-то, ну какого-то рода, да, как постоянно к вам какие-то вот негативные ситуации воспроизводит, генерирует и так далее. То есть, в принципе, в принципе, вы это правильно понимаете. Так же, вы, в общем и целом, правильно понимаете о том, что ваша мама не изменится, и то, что у неё вот такое поведение, да, ну немного тираническое поведение, да, давайте будем говорить честно, тираническое поведение, связано с тем, что ваша мама сама говорить о своих чувствах, ну просто-напросто не привыкла, не умеет, не готова именно о своих, то есть она всё время говорит о других, и говоря о других, она говорит о себе. Её тираническое поведение связано, как раз таки, с тем, что не научили её, её родители разговаривать о её же чувствах. И именно поэтому она ведёт себя так. То есть переделать вашу маму, естественно, не представляет какой-либо возможности. Это абсолютно нереально сделать. Вот. Но. Но. Что я хочу сказать вам? Является ли ваша мама энергетическим вампиром? Ответ на этот вопрос однозначно дать сложно. Потому что, ну, да, она может быть и является таковым, но другое дело, что вам даст это знание, что она является энергетическим вампиром. Дело ведь не в этом. Не в том, кто она, вампир или не вампир, энергетический вампир или нет. Дело немножечко в другом. Дело в том, что она действительно за счёт вас, за счёт ваших эмоций, за счёт ваших чувств, за счёт ваших переживаний, она, значит, как-то вот живёт. Может быть, ей нужно постоянно ссориться, может быть, ей нравится постоянно ссориться с вами так вот, что только через крик она получает удовольствие. И только через крик она верит в то, что, ну, действительно, вы к ней как-то относитесь более-менее хорошо, да. Так что, мне думает, мне думает, что в любом случае, в любом случае, вашу маму надо бы постараться понять. В любом случае, вашу маму надо бы постараться принять такой вот, какая она есть вообще. И, попытавшись, если вы попытаетесь её понять, если вы постараетесь это сделать, если вы, ну, сможете увидеть в ней что-то хорошее, то, по крайней мере, вы не будете негативно её воспринимать. Потому что, ну, знаете, да, что негатив, он ни к чему хорошему не приведёт. Вот. Можно ли показывать ребёнка вашей маме? То есть, можно ли позволять ей общаться с ребёнком? Ну, я думаю, что, конечно, нежелательно. Потому что, скорее всего, она будет на ребёнка отчасти транслировать то, что пытается транслировать вам. И, естественно, у хорошего из этого ничего не получится. Это понятно. Вы говорите, что я планирую переехать и забыть о ней, как о страстном сне. Идея хорошая, но, к сожалению, маловероятная. Дело в том, что... Смотрите, как получается. Ваша мама, она всю свою жизнь, по сути, ну, по крайней мере, всю вашу жизнь. Она живёт, значит, вместе, ну, как бы... Она живёт на счёты деньги. Она сама не работает. Она работает сама, и... Она сама себя не обеспечивает. И очень может быть, что... Когда и если вы от неё уедете... Если вы от неё уедете... То она... Вспомнит о вас. Она вспомнит о вас очень быстро, и... Будет... Умолять... Вернуться. И... Будет использовать со всего. Матери... Чувства вины. Ага... Э... Э... Эстероидные средства... Будут... Бору... Бору... Использоваться. Эстероидные средства... Будут использоваться... В том плане, что... Она будет говорить. Говорить, вот... Я... такая нежастная такая вот одинокая и так далее и к этому вам безусловно тоже надо быть готовы потому что если вы если вы подкримите это всерьез то ситуация может обостриться почему ваша мама пытается вас подавить почему ваша мама пытается вас принять постоянно связано это с тем вот такое ее поведение такое ее поведение связано с тем что видите ли ей нужно ей нужно чтобы вы были такой если видите ли ей нужно чтобы вы постоянно были в себе не уверены ей нужно чтобы вы постоянно в себе например сомневались ей нужно чтобы вы постоянно были под давлением для того чтобы значит не чувствовали свободу потому что если вы будете чувствовать свободу по мнению мамы то это не приведет ни к чему хорошему и вы быстренько ее бросите по этой же причине ваша мама активно пытается оскорбить как вы говорите значит выбор вашего мужчины потому что она понимает что если ну вот она понимает что если вы выберете мужчину если вы будете с ним с этим с этим мужчиной жить например то соответственно она очень быстро вас потеряет очень быстро вас потеряет а потерять вас она не может потому что вы ее что вы ее содержите вы ее содержите она это понимает и именно поэтому не может позволить позволить вам уйти от нее вот такая печальная ситуация получается так что старайтесь не принимать на сквозь счет то что говорит вам ваша мама старайтесь не сомневаться в себе как следует воссоздать ну постарайтесь воссоздать ситуацию вашей мамы когда она по факту все время на комнате жила и по сути является большим ребенком сейчас на данный момент и боится очень боится остаться в одиночестве и все ее слова воспринимаете именно через данный взгляд ну и конечно же конечно же ни в коем случае не выступайте с ним в спор не воспринимайте ее всерьез она достойна залости ее нужно поделить ибо только через залость вы сможете перестать воспринимать человека всерьез вот и перестав воспринимать человека всерьез вы значит перестанете эмоционально вовлекаться эмоционально вовлекаться вы спори с ней и ссоры с ней но хочу вас предупредить что поведение вашей мамы может оказывать влияние и на вас то есть вы можете относиться также к своему мужчине естественно может быть не сейчас а немножко позже и как только вы заметите как только и если вы заметите подобное проявление как только вы почувствуете что вы себя своим мужчиной ведете так же как мама ну или что-то похожее да что-то похожее то вам тут же нужно будет обратиться к психологу ну конечно совсем хорошо было бы если бы вы прямо сейчас ну не прямо сейчас ну вот как можно быстрее обратились обратились бы к психологу для того чтобы мы вас как-то поддержали да и помогли бы вам избавиться от губительного влияния ваших мал потому что оно не может не оказывать на вас влияние оно не может не оказывать на вас таблину вот но это конечно решать вам вот так же в том что касается именно вас в том что касается именно вас мне бы хотелось чтобы вы постарались для себя само ответить на вопрос вот почему вы до спорта не живете с вашей мамой я имею ввиду почему а если вы понимаете что жить с ней нельзя если вы понимаете что жить с ней ну невозможно да что она вас постоянно цитирует вы работаете зарабатываете нормально как вы говорите оплачиваете отдых своей маме так почему же вы делаете это все для нее почему же вы не побеспакуетесь о себе почему же вы не начнете например откладывать средства на например собственное зелье допустим почему вы не начнете например деньги тратить только на себя чтобы хотя бы показать своей маме каково это жить без поддержки со стороны другого человека с нами привыклось что ее поддерживают почему вот вы не поступите так вы не ругаетесь вы не ругаетесь 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 а делаете то в итоге все равно как она лучше получается понимаете понимаете какой момент вот и и либо здесь у вас чувство вины которое вас взрастила мама и поскольку вы с ней ругаетесь то соответственно и не только чувство вины будет ну в дальнейшем но и агрессия в том числе и возможно на вашего мужчину агрессия может быть да значит либо у вас повышенное чувство ответственности ну в виде такого компенсирующего механизма в виде компенсирующего механизма аээ и реактивного аэ поведения в ответ на мамину эээ модель взаимодействия с вами и в том и в другом случае вам опять же нужна корректировка в том интерн аээ ну просто вы себя делаете просто вы эээ воспитываете в себе установку что забота о другом человеке и помощь другому другому человеку это вообще-то говоря очень неблагодарное дело только вы осознались что общество хороший человек это прекрасно но тем не менее тем не менее на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделает его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи 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 и удачи